ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а сегодня к нам придут два парня. Будем надеяться, что они не упустят свой шанс и сумеют понравиться нашим девчонкам. Наступил 935-й день нашей телестройки. Степан Менчиков в отсутствии Бони признался участникам, что на самом деле не изменял ей. А соврал для того, чтобы дать Боне почувствовать себя на его месте. Вечером Степа подготовил ей встречу со свечами и шампанским. Но Боня не оценила его сюрприза. И, вернувшись, сразу пошла спать. За Лейлой продолжают ухаживать сразу два молодых человека. Антон Бородин и Ярослав. Что доставляет ей искреннее удовольствие. Но о серьезных отношениях Лейла пока задумываться не хочет. А сегодня с самого утра Сэм и другие участники готовятся поздравить Настю Дашко с днем рождения. Так скромно, без пафоса. Вот так вот. Думаю, заметят? Чужо нас. Если что, это не я. Никто ничего не видел. Никто ничего. Мало ли. Ты прямо как это, как Леонид Санна Грюна, когда сварил, потом придавный. А что, Боня практичная бабеха. Практичные подарки. Это шарфики или что это такое? Это пледики. Пледики. Машины? Ну, когда хочет, пусть положит. Три пледика. Оранжевые-то, зелененькие, если бы. Попил сюда шампусик. Все круто, да? Нет. Нет. Она приехала ей плохо, легла споткаться. Голод и разговаривай. Ладно. Ну, это она пока подарок не видела, не разговаривай. Все нормально. Диана, сделаем тему. Приходит какой-нибудь офигенный парень вообще. Вообще прям, ну, прям, бог там. Типа Брэд Питт смешно с Брюсом вылезает. И говорит, я, говорит, к Лейле пришел, не могу вообще тащусь. Такой прям и умный, и образованный, и взрослый, интересный. И приходит второй такой, типа, ну, типа, мальчик такой лет 18. И мы, короче, оставляем 18-летнего мальчика. Зачем? Прикольняется на дно ухо. И, Лейла, мы тебе оставили, как ты просила, красиво. А второй так был себе. Ну, слишком хорош для себя. Буна, ты как всегда. А когда бы Бонни, ты подарок какой-то купить? А, отдельно хочешь купить? Ну, да. Ну, по-моему, тебе подарок, помолвку. Хочу помолвать с тобой. Ну, это же не свадьба, просто колечко нам дарить. Это подгоняется. Это она напряжется. Напряжется, да. Да я, сука, раздумал уже всякие помолвки делать. Не было бы. У меня другие задачи в жизни. Очень хорошо. Если бы пришел Брюс Уиллис, я бы, наверное, так порадовался. Вообще, мне так нравится. Ага. Если бы пришел Брюс Уиллис, я бы тоже взяла. Мне нравится котенок. Ну, я люблю котенка, да. Да. Ну, и вот мой идеал мужчина, это вот, ну, вот, Брюс Уиллис и этот Николас Кейдж. Я вообще балдую. О, пузалочка, как замахнулись. Брюс, он такой прям, ооо, секси. Вообще, ух. Брюс Уиллис, приходит Брюс Уиллис и говорит, hello, I'm coming to Olga Buzova. Ага, где они, конечно. Где они? А что обидненько? Что обижаться? Ну. На обиженных воду возят? Возят. Профукал Боньку-то. Последнее время. Ну, это кто кого еще профукал-то? Молодец. Ребят, мы здесь все собрались. Вы думаете, для того, чтобы Настю поздравить? Нет. Мы здесь собрались для того, чтобы, конечно, встретить наших новеньких мальчиков. Но перед тем, как их встречать, давайте все похлопаем нашей винице. Мы поздравим ее с 48 минутами. Есть, поделась фибрация. В этот день мы будем дарить тебе сегодня радость, подарки. Окей, улыбайся, ты у нас такая красивая, мы тебя все любим. Но пока немножко отвлечемся. Не отвлечемся, а наоборот. Вот мы отвлеклись, а теперь привлечемся к теме все-таки. Да. И встретим двух потенциальных участников. Но перед этим Степан хотел высказаться. Сегодня радость не только у Анастасии Дашко, но и у одного молодого человека, который подъехал, значит, к одному магазину, мебельному, огромному, на своей маленькой спортивной машине. Вытащил вот эту вот полку, положил ее на землю, с тем, чтобы загрузить в машину какие-то свои доски, которые он купил в этом магазине. И забыл эту полку. И забыл эту полку. Молодой человек. ТНТ помогает. Поэтому обращайтесь в редакцию журнала «Дома-2», и я вам обратно отдам эту полку. Вы не пошли в процессе. Ну что ж, сегодня сказочный день, поэтому мальчики должны быть тоже шикарные и сказочные. Поэтому мы их все сейчас что делаем? Встречаем! И кричим «Мальчики!» Здравствуйте, молодые люди, проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. С тортиком приготовились, молодые. Молодые люди, давайте знакомиться. Здравствуйте. Здравствуйте, солнышко. Как зовут? Меня зовут Влад. Я из города Героя Рософтодону. Были, знаем. Так, а вас как зовут? Меня зовут Ренат. Ренат. Я из города Террика, Кабардино-Балкарской республики. Знаете что, я знаю, что у нас сегодня не простые молодые люди, а очень даже волшебные. Талантливые. Талантливые. Каждый в своей области. Давайте расскажите о своих жизненных достижениях. Ну, у меня жизненные достижения очень такие интересные. Всю жизнь я каждый раз постоянно чем-то начинал заниматься, но определенное у меня только было одно занятие, а чем я постоянно занимался, это акробатика. Девчонки, вы сейчас запоминайте, потому что сейчас вот Ренат сказал, что он акробат, и он нам сегодня будет демонстрировать. Так что, если он не будет демонстрировать, будем палками. Не, мне кажется, будет. Буду, буду. Экстремальная акробатика будет, реально. Я вообще такой экстремал сам по себе, постоянно что-то такое экстремальное. Да зачем ты к нам пришел со своими акробатическими способностями? За любовью, за любовью найду любовь. А тебе сейчас кто-нибудь нравится из девушек наших? Вы все очень обворожительные. Да мы это и так испыслили. Просто на безобразие. Кого-нибудь выделяешь? Кого-нибудь одну выделяешь? Да, есть одна девушка, но ее сейчас на данный момент нет. Боня? Боня. А как вы относитесь к такому слабому сопернику, конечно, к Степану? С полкой. С классической. Когда я смотрел, я так увидел, что они поругались, и так быстренько раз, кеды, и сюда. Мы давайте придем ко второму молодому человеку. Расскажите о своей жизни. В первую очередь, разрешите мне поздравить именинство? Разрешаю. Какой-нибудь. Поздравить. Поздравляю. Поздравляю. Желаю всего самого большого. Спасибо. Я самого большого. Спасибо огромное. Я очень-то молодой человек очень тщательно наблюдал за проектом и знает, если придешь на одно место не с пустыми руками, это личная галочка, да? Особенно у нас. Я вас всех сегодня подговорю. Молодец, да. Ну, расскажи. Вообще, по профессии повар. Понятно. Это достижение жизни. Для мужчин. Я стремлюсь в книгу рекордов Гиннеса попасть. Так. По какому? Метание ножей. У меня. Мы побежали, ребята. Мы здесь все хорошие. Ножи метаю с губы. С какой губы? Серьезно? С губы. Ты вот ко всем хорошо здесь относишься? Или, может быть, есть тот человек, в который хотел бы с губы метить? Нет. С губы я метнуть ни в кого как бы не хочу. Ну, слава Богу. Вот. А хочу прочитать стихотворение, которое сам написал. О, какое романтично. Алене Водонаевой. Ну, я как бы пристану чуть-чуть. Боже, давайте к Алене. Я стесняюсь. Тихо, ребят. Когда на вас я взгляд кидаю, вы мило улыбайтесь мне. И с каждым разом стану больше я ощущать амурастрелы на себе. Я видел вас всего лишь дважды, и дважды был я вами восхищен. О, как вы мило улыбались, и как внутри меня вспыхал огонь. Я вновь и вновь вас вспоминаю. Покоя нет, в душе огонь. Как знать, быть может, мило улыбаясь, вы думаете о ком-то о своем. А я, как маленькая птаха, пытаюсь подружиться с мотыльком. Теперь со мной печаль лишь рядом, а вам дарю стих тёплый слой. Дарю о страннике секундные воспоминания, ну а улыбку я возьму с собой. Куда? Алене Водонаевой. Да, приятно. Вот это вот мужчина. У нас все руки и готовит, и стихи пишет. И пинжалы кидает. А скажите, пожалуйста, а почему именно Алена? На самом деле девушка вот мне в стиле экрана понравилась. Я хочу как бы с ней построить отношения. Если получится, я буду только счастлив. У меня тоже есть стихи. Что, у тебя есть стихи? Да, я тоже. Ну, я как бы хочу их посвятить. Девочки, мне кажется, мне к нам такие парни пришли. Давай, а в завершении стихов ты всем нашим девочкам подаришь свое сальто на языке. Давай. На языке? Да. Да, ну вот язык анализированное. А я и думаю, парень вроде с грубой, а я сейчас на язык стал. Я акробатный. Нет, смотри, Влад, давай сначала что-нибудь романтичное такое, да? И потом в конце стиха прям... И на язык, да. Давай, давай. Смежая веки, вижу я вострее. Открыв глаза, гляжу, не замечая. Но светил темный взгляд моих очей, когда во сне к тебе их обращаю. Ко мне? Ко мне явно. Я... И если так светла ночная тень твоей неясной тени отражения, то как велик твой свет в лучистый день, насколько я в светле ясновидение. Каким бы счастьем было для меня, проснувшись утром, увидать воочию тот ясный лик в лучах живого дня, что мне светил поманно мертвой ночью. День без тебя казался ночью мне, а день я видел по ночам во сне. Ииии! Давай вперед! А это случайно не Шекспир ли? Это Санетта Шекспира. А вот он вот, чтобы ни у кого не создалось впечатление, что он пришел их салон. Я просто подготовил... Ну давай тогда за финаль. Да, давай. Аплодисменты, ребята, давайте! Аплодисменты! 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 Рома, ты можешь вот так же? Ну чего ты сделал, что я вам буду? Я бы уже продемонстрировал. Мне так показалось. Рома, ну, вы не зарабатывают деньги. Все, не косы. Стивим, что вы есть. Мы к chopper, да? Мне кажется, что так может делать обычный. Ну что же, вот так вот прекрасно у нас продемонстрировали свои способности и возможности молодые люди. Мы идем, знаете, куда? На стройку! Ребятки, за мной! По запаху! На запаху идем! Интересная стройка! Вести-вести лошагать по просторам! Будем все помесить! Так! Калене ты пришел? Ну да. Так она с моим встречалась буквально, вот. Насколько я понимаю, насколько я видел, да? Да. Алене уже как бы... Не надо это все. Нужен только ты. Она уже как бы натерпелась, по-моему, с ним. То есть, а вот такой человек, как ты, с тобой терпеть не придется? Я постараюсь сделать так, чтобы она меня не терпела, а как бы ей было приятно со мной. Хорошо, ну смотри. Тем не менее, Алену когда-то выбрала Майя. Майя – интеллектуальный молодой человек, развитый в разных планах, там, в театральном, в каком-то музыкальном, в интеллектуальном, да? И что ты сможешь противопоставить? И как быть лучше после такого молодого человека, как Майя? Ну, понимаешь, я скажу так, Майя уже все, что смог отыграть, он уже отыграл. То есть, ты не можешь никак иначе назвать все его отношения, как игра? Ну, может быть, я не знаю. Ну, я имею в виду... Но ты так видишь. Ну, да. У него уже просто-напросто, может быть, не хватает сил, что ли, но дальше... Сил доиграть? Да. А я как бы со свежими силами. Готов? Конечно. А ты сам как оцениваешь? Ты Аленушке понравился? Ну, я думаю, что чем-то я ее заинтриговал. Ой, 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 накваливает Антоха. Он только победил. Нет, вот смотри, у Диночки все ровно, а у Антошки как-то мазками. У него межсворость. Мне кажется, у него зеленский стиль. А у Димы наоборот. Да, я даже могу вот так делать, несмотря. Он мажет. А потом мы это сфотографируем и отправим на конкурс молодых дизайнеров. На конкурс породии. Алена, наконец-то у нас есть возможность поговорить. Да, но... Ты считаешь меня легкомысленной? Я считаю, что ты не особо легкомысленная дама и воспользуешься ситуацией. К тебе пришел молодой человек. То он, то да он, то он... Ну, я его поддержу обязательно. А поддержишь или что-то большее? Нет? Может быть, не твой типаж? Я вообще не думаю об отношениях. Мне не нужна любовь. Но это пока я тут... Так ты можешь упустить такого молодого человека, который стремится в книгу рекордов. К тому же, допустим, тебе не нужны отношения и любовь. Но ты же можешь использовать его в своих целях. Для того, чтобы продемонстрировать бывшему любимому, или не знаю, как ты его назовешь, его ошибки в поведении, может быть? Во-первых, я не хочу бывшему любимому ничего демонстрировать. Это раз. Мне кажется, что много чести, чтобы я ему что-то еще демонстрировала. То есть все хорошо? Это два. Все нормально, все хорошо. Пусть живет своей жизнью. Мы расстались месяц назад. И тем более использовать мальчика... Ни в чем не повинного. Ни в чем не повинного, это нехорошо. Может быть, тогда, чтобы не делать плохо ему, Мог сразу отрезать и сказать, что ищи себе другую девочку. Я всегда так говорила, и я думаю, что, наверное, придется сказать. Хотя мне вообще... Как я после стихов сразу же скажу в лоб, извините, до свидания. Я не знаю. А ты можешь перенаправить его энергию, например, своей подруге Бонне, второго ухажера. Пусть перезерутся. Я думаю, что она нормально сама разберется. То есть, кем-нибудь в туалете закроется, заболтает. Нормально. Так а что будем делать с мальчиком? Да, в самом деле мальчика дружить, общаться. Мальчик интересен. Ты считаешь, что из двух пришедших молодых людей ярче тот, что к тебе? Я поддержу, потому что молодой человек пришел ко мне и такие слова приятные сказал. Ты как думаешь, он реально изменил ей? Кто? Степан. Бонни? Угу. Я думаю, даже без понятия. Просто я думаю, если он ей реально изменил, он... Так ты что, с Бонней решил? То она, наверное, навряд ли его простит. А если она его простит, то это как бы... Получается, что мы с ней два разных человека. Такое прощать нельзя. Я бы не простил. Не, ну, понимаю. Вот смотри сам, да? Ей сейчас как бы... У нее идет сейчас к интересу ни к Степану, ни к кому. У нее сейчас интерес идет к Майю. У кого? У Бонни? Да. Да ну, навряд ли. Не, это она просто, скорее всего, отдушину нашла во нем. И общается, вот и все. Ну, а ты думаешь, она тебя к себе подпустит? Ну, по крайней мере, я думаю, со мной она изначально как... Сразу любви не будет, но, по крайней мере, она со мной быстро его забудет. Степа. Красиво. Так, ну все, куда деваться? Ну, я так понимаю, что я сегодня работаю, а не отдыхаю. О платье, о платье. И потом покажу. Я помочь покажу, да, Застя. Я не хочу покажу. А смотри, у меня какие сапожки. Я заметила на любом месте, отвечаю. Нравится? Да, заметила, что это... А ты знаешь, что я с лезала? Что? С лезала, какие сапожки купить. А, посмотри на свои. Ну, ты знаешь, я всегда знала, что у нас с кожей... А что, по коже, да? Да, да, да. Просто мне грязненькие они. Ну, у тебя логики тоже такие, да. Ну, вот. А-а-а. Так, ладно, нежьтесь, нежьтесь. Нежьтесь, нежьтесь. Давай пока, отходи от этих подаказов, потому что еще тебя ждет. Много чего интересного. Степа. Да? Я первый раз зашла к тебе в комнату, и неспроста. И первый раз туда зашла? Да. А что такое официальное, и почему такой тон? Дело в том, что я сегодня Ксения Собчак. И я хочу знать все. Ну, вот вчера ты, например, собрался, сделал романтик, купил шампанское, цветы, подарочки какие-то. Ну, хотел, да, планировал поговорить. А она вместо этого пришла. Почему? Она вместо этого пришла, уставшая, хотела спать. И давай спать. И давай спать. Что я буду? Нет, ты будешь спать, будешь с романтиксом наустраивать, да? Да. Она же на тренинг с мамой была. Ну, да. Он выматывает очень. Кто, май? Тренинг. А, тренинг. Да, конечно же. А утром? Она проснулась. И что? А утром проснулась и поехала на тренинг опять. А когда же романтик? Ну, я не знаю, видимо. Когда позже. Не обидненько? Нет. А что обидненько-то? Что обижаться? Ну... На обиженных воду возят. Возят. Профукал Боньку-то в последнее время? Ну, это кто кого еще профукал-то. Ммм, молодец. А вот мальчик новый пришел. Не боишься? Нет. Я готов ко всему. Конкуренция же. Если конкурент, значит, надо ей этого мальчика. Вперед. Хорошо. А если не так? Если, допустим, мальчика ей не надо, и она любит тебя, и все у вас прекрасно. Но ты же понимаешь, что Боня за любой кипиш. И в любом случае она использует какую-то, может быть, игру или какой-то прием, привлечет в свои игры этого мальчика. В игры с тобой, в первую очередь. Я еще раз скажу. Если, значит, меня эти игры не устраивают, я сделал... Все. ...вот этот шаг жесткий, да? Для того, чтобы... Показать, что игры не нужны. ...показать, что игры мне такие не нужны. Они должны быть позитивные, светлые, добрые. А такие игры разрушают не только меня, и наши отношения, и все наше будущее летит на смарку. Зая, если честно, я не хотел писать, но... А меня очень люблю. Ты знаешь, что для меня это. У меня все твои маленькие... Он говорит, что я просто знаю, как Наска, я это люблю. Первый раз, я помню, он мне дарил какой-то... Даже помню, что дарил. Маленькую, маленькую. Маленькую, маленькую. Знаешь, на пакетике бумажном есть маленькие такие, как мини-открыточки. И он в этой маленькой открытке написал. У меня эта открытка до сих пор. Я помню, когда я увидела, что он мне там написал, мне было так приятно, что даже не обратила внимание на подарок. Мне вот важно было вот именно вот это, да, что он написал. Очень важно, да. Переезжаю я скоро. Я пока не нажимаю, просто потом не... Будем вместе! Да ты гонишь. А он что, нам написали, что люди сделали выбор, там, ну и собирай вещи. Что делать? Как? Чего еще раз? Куда деваться? Кто сделал выбор? Люди. Человек любимый, которого я люблю. Ну? Сделал выбор, что... Значит, мы не будем вместе. Я пришел на кастинг, я сразу увидел, там, короче, нету ни одного человека, который был. Ну, типа, как соперником был бы. А этот парень, он был на кастинге две недели назад. Его с прошлого кастинга взяли. Боня пишет. Написал, что ты пришел. Парень тебе пришел, он остался. Надеюсь, хороший. Я занята, выйду, наберу. Собираю вещи, я сделала выбор. А ты сам выбор как сделал? Какой? Ну да. Все, так вы расстаетесь? Нет, я хочу быть с Боней. А, хочешь? Конечно, хочу. Степа, ты будешь встанать. Ну, у тебя все равно ничего с ней не получится. Слышь? Попробуй. Минут через пять будешь готовы свои пельмени. Да? Почему? Советую сделать, как по-другому сделаю. Так же. Вы же всю воду выливали и сверху укропали. Короче, в чем проблема? Я не хочу, чтобы у меня уливало в недрождение. Потому что... Ну, вот, начали за семью. Потому что нет, у меня просто проблема. И не хочу, чтобы семик у меня напрягался. Вот. И чтобы я там все как-то чувствовала, что он там напрягает себя, и, соответственно, я тоже. Я не знаю, как мне подойти, что ей сказать вообще. Я не знаю. Ну, смотри, Настя, у тебя семья рождения. Для тебя что важнее? Что человек твоего, когда не напрягался, что ты не напрягалась? Или тебе важнее... Первое. Первое. Я не могу ее... Не хочу ее обижать. Мне очень удобно. Ой, она вчера видела, что ты так уребила. Она прекрасно понимает, из-за чего вы ругаетесь с Эмом. Она не дурочка. Ну, что мне сказать? Как мне сказать? На сын не надо скидывать. Конечно. Нет. Потому что это как сказать? Ну, сказать то, что... Ой, 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 ой. Я... Я не знаю. Я не знаю, как, кстати, у меня ситуация. Говорите, я не хочу, чтобы ты ехал. Это вообще жестко. Я не знаю, как сказать. Мужской нету кровати свободной? Для мальчика? Для меня. Интервентсексуала. Серьезно. Найдут там, по-моему. Есть там мальчика. Как раз одна кровать была, на которой спала Марина. Мужской. Переезжаю я скоро. Я уже пока не нажимаю, просто потом не... Будем вместе! Да ты гонишь. Там что, написали, если-то люди сделали выбор там, мы собираем вещи. Что делать? Как? Чего еще раз? Куда деваться? Кто сделал выбор? Люди. Человек любимый, которого я люблю. Ну? Сделал выбор, что... Значит... Мы не будем вместе. А, ну... Ты не сообщил, что это? Бред. Не сказал, что это свиная блевок. Я ничего не говорил. Она не хотела со мной вчера разговаривать. Она устала. Они с Маем там натренировались до такой степени, что сил у них не было. Степка злится. Да. Все, говорит? Уйо. 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 Не загорится новая звезда. Яркий луч, ее светилька не в ладони. И, наверное... И, возможно, ты почувствуешь тогда... Я тебя помню. Эх! Эх! Я тебя помню! Я тебя помню! Ну что, ты думаешь, Бонни серьезно настроен или нет? Мне кажется, как-то ты потерялся просто, еще не знаешь. Ну... Сейчас Лилу еще приедет. Кто? Лейла. Лейла. Нужно с ними поговорить. Вообще, телевизор одно, а так жизнь совсем по-другому. Бонни, я не знаю вообще, есть ли смысл ей заниматься. Кем? Она-то любит... Бонни? Да. Она любит... этого. Какого-то... Сука, все, что не делается в жизни, все к лучшему. Конечно. Да. Главное, ты говоришь вперед, а то бывают некоторые... Начинают страдать и весь след страдают. Вот. Вика, еще мне говорите, что ты туда будешь меня еще сильнее любить? Когда? Когда расстанетесь? Ага. Меня все любили мужчины. Алена тоже так говорила. Вот они бабы какие, а? Так так все бабы думают. А еще... Какие они маивные? Ну, у меня, в моем случае, так думал Май. Да? Да. Простите, но осталось совсем немножко. Ну, тут сейчас... Что-то Майлина, как бы, скажешь. Вместе, понимаешь? У меня вот, что касается этой темы, Степа отец все время говорил. Как же, отец там много раз женился. Он все время говорил, ты не бойся, потому что вот я, например, сколько раз женился, сколько раз и любимый, и первые поцелуи, и эмоции. И все одинаково, и все крупно. Так что вперед. Нет, сейчас до Нового года подожду. Никаких глупостей делать не буду. Если она не сделает... Глупостей? Да. Все. А что сделать вся возможная? Да. У меня полголеня, что ли? Да, в рот. Я же дороже. Слушай, а как можно... А ты меня научишь с губы кидать ножи? Ну, ты посмотри сначала. Вообще-то это... Ну, как бы... Опасно это? Ну да, можно порезаться. Почему? Потому что я непрофессиональными ножами кидаю. Вот такие кухонные обычные. Да ладно, ты кухонными кидаешь? А у нее острие одно. Одна сторона заточена. Приятно. Стихи мне понравились. А ты реально сам написал? Да. А ты с Шекспиром? Я просто, потому что человеку трудно говорить. Она не очень стыдно. Какой чё? Наск, ну... Ольга, извини, пожалуйста, но... Я думаю, что ты... Все сама прекрасно поймешь, но... Ну, сегодня мы не сможем с тобой вместе отметить день рождения. Ты, пожалуйста, на меня не оберегайся. Ну, ладно, хорошо. Только не оберегайся. А в чём причина? Ну, ты подумай хорошо, и ты поймёшь, в чём причина. Ты не хочешь просто, чтобы я присутствовала, да? Нет, не хочешь, чтобы ты присутствовала. Ну, совершенно не в этом дело. А в чём причина? Ну, ты подумай сама, ты же не глупая. Я не знаю. Ну, ты знаешь прекрасно. Я не знаю. В конфликте из-за чего? Из-за чего? Происходит иногда в Настике. Самик не против, чтобы ты была на день рождения, и она только одна, но... Я не хочу чувствовать себя неправильно. Ну, ладно. В чём проблема? Проблема в том, что неудобно мне тебе так говорить. Проблема в том, что она к тебе очень хорошо относится, очень тебя сильно любит, и есть стыдно об этом тебе говорить. В чём проблема? Ну, она не хочет... Нет, раз на сайте, какого неудобства я могу причинить, но хорошо, раз на сайте хочет, это и грая. Нет, неудобство не в том случае. Да, ой, сэн здесь... Смотри. Хорошо, объясню вам по полочкам. Ещё раз повторяю. Самик не против, чтобы ты была у меня на день рождения. Ну... Наоборот, он за. Ты что? У меня день рождения. Ты будешь меня поздравлять, ты будешь меня обнимать, ты будешь говорить, но обязательно с тобой отметим мой день рождения. Ну, хорошо. Наё вопрос. Ты не обижаться, пожалуйста. Лонька, пожалуйста, не обижаться. Ну, на что ты обижаться? Ну, как на что обижаться? Нет, здесь убежаться не на что. Абсолютно. Ты понимаешь, хоть скажи, ты понимаешь? Я не понимаю, это надо. Это все понятно, все прекрасно. Все понятно. Давай, отмечай на Рождество. Моська, ну точно ты не пожелаешь. Да все нормально, чего парить с тобой. Точно? Да. Но она тебя любит очень сильно. Не поняла она. Не поняла она. Никто не поняла. Это он бессмешно сказал сама. Мася, Мася, ну зато, зато ты будешь очень комфортна. Зато я просто хочу. Я знаю, что ты хочешь. Я прекрасно понимаю тебя. Я прекрасно тебя понимаю. Я знаю, о чем ты говоришь. Простите на ваши проблемы. Я так делаю неправильный выбор. Алло, за кого проголосовать? Ксения Сапчев сказала за Рената. Почему? Я хочу задать вопрос, почему. А, знаете, потому что торт мне подарил. Вот где был конек. Так, знаете, это за Рената. Тори у нас не голосует. Ой, мы что ли? Мы что ли? Ну давай, объявляй меня. Самая красивая, самая блондинистая, самая веселая, самая замечательная, самая любимая, это все я говорю о сегодняшней имениннице, о моей любимой Настеньке. Песня мы сейчас поем песенку. С днем рождения, мастерская, с днем рождения, мастерская, с днем рождения тебя! В честь твоего дня рождения, мы все решили тебе припросить. Вот такой скромненький букет, у тебя нормальный серьезный букет уже есть. И о подарок от всех ребят, портативный 9 дней. Вот, это тебе все. Спасибо, ребята, спасибо. И лично от меня тоже портативный телефон. Грозительно. Мы тебя поздравляем, все от всей души, все ребята сегодня радовались видеть твою улыбку. И хочу пожелать от нас с Ромкой, ну я думаю, что от всех, любви тебя еще больше, много детишек, и чтобы наконец-таки вы обвенчались, поженились. Твоя мечта, чтобы ты стала настоящей мамой и самой лучшей женой для Сэма. Поздравляем. А все остальные слова, Настенька, мы услышим, то есть ты услышишь от нас после лобного. Да, я да. Ну все, ну все. И мы переходим к нашему главному вопросу. Ого. Моя. Вот наш главный вопрос только что взорвался в костре. И кто же сегодня останется? Вот в чем вопрос. Ренат или Влад? А для того, чтобы мы определились, надо, чтобы молодые люди нам сказали, кто же из них лучше, как они провели сегодня этот день. Может быть, именно сейчас, в последний момент, девочки изменят свое решение и проголосуют именно за вас. Ну давай, давай, с меня начнем. Давай. Как привел сегодня день? Почему должен именно ты остаться, а не твой соперник? Значит, начнем со дня. Мне очень понравилось у вас, очень тепло. Вы меня встретили, в принципе. В следующий день рождения. Ну это точно. Вот. Понравилось общаться с ребятами. Так ты со Степой-то пообщался? Со многими нашел общий язык, со Степой не успел как-то вот так. Ну тут стояли, разговаривали. Да, чуть-чуть. О нежности, о любви. Да. Ну скажи, не изменила ли планов и не понравилась ли тебе какая-то другая девушка? Все еще ждешь более? Да, я подожден. Это очень хорошо для меня. Ребят, это то, что я хотела. Ребят, это то, что она хотела. Ну что, знаете, только что ты хотела, мы узнаем через позже. А сейчас мы в кладу все-таки перейдем. Так, почему ты должен остаться, а не твой соперник? Какой заковыристый вопрос? Очень простой вопрос. Ну, соперника, ладно, будет простой ответ. Он собирался попасть в книгу рекордов Гиннесса, я думаю, что ему стоит этим заняться, у него хорошие данные. Пусть он поедет и этим займет. Такой хитрый молодой человек, да? Я буду за него болеть, отсюда. А ты тем временем займешься чем? Более. Построением любви. Выучил, молодец. Правильно, я тебе. Ренат. Я все ведь не разрушу, что он уезжает. Ренат, а теперь тебе скажи, твое финальное слово, почему за тебя должны голосовать? И успел ли ты пообщаться с Аленочкой, как-то выявить свою симпатию? С Аленой пообщался тоже, перекинувся, пару слов. Ну, как ты считаешь, у тебя есть шансы? Что говорит Алена на этот счет? Что ты почувствовал? На этот счет мы еще как бы не разговаривали, но так пообщались чуть-чуть. Ну, чувствуешь, что шансы есть? Да. И ты не изменил своим симпатиям? Алена! Ты не изменил своим симпатиям? Я не изменил своим симпатиям. Еще. Ну, я думал, что мы можем долго спрашивать у ребят, как они провели сегодняшний день, потому что действительно, мне кажется, он для вас был яркий, замечательный. Я думал, что стоит уже приступить к голосованию, да, самушка? Да. Давай, Гран, скажи, пожалуйста, против кого ты голосуешь, кого оставляешь и почему? Я за Влада. Почему? Ну, вот больше всех понравился, чем Рената. Настя, я понимаю, что тебе сейчас все равно. Алло, за кого проголосовать? Ксения сообщила, сказала, за Рената. Еще, я могу задать вопрос, почему. А, знаете, потому что торт мне подарил. А, вот, вот где был конек. Так, Настя, это за Рената. Тори у нас мне голосует. Ой, мы что ли? Мы что ли? Ну, давай, объявляй меня. Внимание, очень ответственный голос, который повлияет на меня и на всех сидящих слева от меня. Голос Ольги Вузовой. Да. Ребят, ну, я долго думала, против кого голосовать и за кого. И я все-таки ориентируюсь на симпатии одиноких девушек, потому что я уже почти уже... Замужем три года. Замужем, да, уже почти три года. Поэтому я отдаю свой голос Владу. Вот. Потому что ты понравился Дианке, ты будешь ухаживать за Боней. Вот. А мне кажется, Ренат, тебе я хочу пожелать удачи. Ты хороший парень. Мне нравятся твои стремления. Но, как мне кажется, с Аленой у тебя ничего не получится. А что же, может быть, ты объешь мне подруга? Давай. А сейчас, ребят, пожалуйста, прошу тишины, потому что сейчас скажет, против кого будет голосовать солнце. Да. Клево, я скажу. Придумаю, очень хорошо. Королева телепроекта Дома 2, которая встречается с Трешим Котом, и они выиграли суперприз, самая умная пара. Давай, Сон. У меня сейчас должен быть какой-то умный голос. Да. Поэтому я долго думала. Я долго думала. И сегодня действительно тот день, когда пришли два очень интересных молодых человека, взросленьких, и таких, с кем бы хотелось строить отношения многим одиноким девушкам, и к которым бы в процессе шли другие толпы, поклонниц, да. Вот. И нелегкий был выбор. Но, тем не менее, опять же, у меня все есть. У меня есть рыжий котик. А у некоторых одиноких девушек еще пока любовь не построена. Поэтому бус меня подговорил, и перед лобным местным проголосовать против Рената. Ты что врешь? Она врет, ребята. Я слышала. Ты тоже слышала? Я слышала. Алена, вот тебе Оля не угрожала, поэтому проголосуй так, как мы хотели изначально. Давай. А не в руку, не в ветер. А мы с Солнцем изначально хотели поддержать Рената, потому что он пришел ко мне. Да, я вот как только узнала, что Ренат идет к Алене, сразу хочу. Мы на Теде с Солнцем договорились просто поддержать Рената, потому что он пришел ко мне. Но Бузова потом подговорила, угрожала им. Но мой голос за Рената. Молодец, Алена, ты не сдалась. Ты не сдалась, молодец. Не пугай меня, грязный суслик. Я чистый суслик. Ладно, чистый. Внимание, практически решающий голос Ольги Масак. Я выбираю Влада. Ой, как нежно. Почему? Почему? Ну, он мне показался более динамичным. Чем Антон? Неважно. Антон, ну как же будет одиннадцатый. И я думаю, что если он будет ухаживать за Бонечкой... Если он за мной? Нет, за Бонечкой. Если бы даже Бонечка ничего не получит, он здесь с Лейла. Я прежде всего подумала о Лейле еще раз. И возможно, что у них что-то получится. Поэтому Влад. Таким образом, у нас получается, что четыре голоса набирает Влад и... Только два за тебя, Ренат. Только два, да, Ренат. И давайте все вместе пожелаем Ренату удачи, потому что у него действительно хорошее стремление попасть в книгу рекордов. Мы будем за тебя болеть. Приглашай нас на презентацию. Это очень хорошее. Это очень хорошее. Нам очень всем понравилось. Спасибо большое. И мы идем провожать Рената к воротам. А это был телепроект Дом-2. Построй свою любовь здесь, в Доме-2. Сусликам. Сусликам. Ребята, я, между прочим, уже родилась. Моя мама уже гуляет. Она звонит такая. Алло, привет. Привет, ты уже надевалась. Это значит, ты нас обманула. Мы тебе раньше подарки дарили. А я сказала, что вот Алене, что... Я вообще думала, без двенадок. Я вообще еще не дарила. Таня не запекала. Ты же собралась уже. Ну, я собралась, она сказала. Позвала, сказала. Привет, первая. Привет, слушай. Ну, что стряжка, с собой? Ты будешь меня лечить? Угу. Буду. Буду. Зая. А-а-а. Что читаешь? Ноябрьский спецвыпуск журнала Дон-Пау. Это что такое? Это письма читательные. Это новая обложка? Что ты вырываешь? Подожди. Здравствуйте, дорогие работники редакции. Собчак. Кто Собчак? Смотри. Я хочу про Собчак читатель. Если бы меня не вырвало, я бы себе уже зачитала бы прикольное письмо. А что, тут это письма пишут, да? Да, смотри, например. Пишет, видимо, взрослая кто-то, тетенька. Ксения Собчак. Вы начали сниматься в передаче на одном музыкальном канале. И из него мы узнали вас много нового. И по большей части негативного. Нельзя так себя вести. Вы очень отличаетесь от образа, который создали в Доме-2. Или, может, это издержки столичного образа жизни. В общем, я не допускаю своих детей к просмотру Дом-2. Надеюсь, вы исправитесь, и мой ребенок опять будет иметь возможность смотреть Дом-2. А где логика? Она пишет, что раньше смотрела Дом-2, и Ксюша там хорошо себя вела. Стала смотреть музыкальный канал, плохо ведет. Смотри Дом-2. Там, типа, она себя, если плохо ведет там, то она может здесь себя плохо. Зоёшь, смотри, какую оскалу Ксюши нарисовали. Прикольный. Но у нее немножко другое, у нее получше. Здравствуйте, Ксения Бородина. Мне 70 лет, и я смотрю Дом-2, поэтому у нас с мужем скандал. Ему футбол, а мне Дом-2. Ксюша, всего тебе хорошего. Ты очень красивая. На лобном месте очень строгая и честная умница. Мне кажется, тетенька с 70 лет, она на самом деле хотела попросить второй телевизор. Да, мне кажется, так кажется. А смотри, Бородина говорит, знаете, выход есть. Поставьте маленький телевизор и пиво на кухне. Троеточие. Сегодня с нами остается Влад. Будем надеяться, что он построит здесь свою любовь. А мы увидимся с вами завтра на телеканале ТНТ. Это был Филиппроект Дом-2. Построй свою любовь. А сразу после нас смотрите Камеди Клаб на ТНТ. Камеди Клаб на ТНТ. Законы любви не созданы, не забывай. Держи меня крепче, за руку не отпускай. Когда ты со мной, я так благодарна судьбе. И сердце моё откроется только тебе. Только тебе. Только тебе. Только тебе.